так всем привет вот была сильная ржавчина я конечно не заснял какая-то ржавчина была но я вот такой вот насадкой прошелся короче убрал рыхлую ржавчину и намазал вот арта форсовая кислота купил на валбересе вот так вот соржавела бошевская стиральная за 9 лет представляется какое какое сейчас качество самое здесь смотрите все ржавая здесь было полностью до средства конечно не отодрать вот тиру щеткой по металлу видите что делается это черненько это раковинах ржавчина сидит как и это оттуда вытянуть пескостроя нету если она что сейчас тут диском этим срезать добираться до этой ржавчины то получится что тонкий металл будет это не есть хорошо хорошо образовывается какой-то налет гель это что-то мне это средство не очень сильно нравится не отодрать не наждачками и чем не дать беру вот этот содовый раствор короче раствор нейтрализует и кислоту вашими не убирает вообще может она этом запаковывает как-то чтобы она дальше не распространялась но это не средство короче не понравилось вами это средство что-то не очень это ортофорсная кислота мне понравилось потому что сразу в реакцию на не вступает ну я так понимаю шерта форсная кислота только попадает на ржавчину она уже должна вот бурлеть там понимаете а здесь она как бы через час только начинает что там какая-то реакция идти вот как-то так ребята ребятки одну вот так вот промазал во вторую вот ткань и промазал хорошо обильно так этой перекисью с перемешку с лимонной кислотой причем видите вот здесь тоже хорошо у меня тоже ржавчина здесь чтобы она не так быстро высыхала вот единственная вот поднимается пузырьки видите какие вы может надо какой-нибудь бумага это сделать ну вот что получается ну конечно отъедает отъедает но очень медленной скоростью видите лимонная кислота работает на отлично но она высыхает и как клей становится видите вот так вот смотрите что здесь происходит в обратной стороне вот но эту конечно на глубокую ржавчину не возьмет потому что ну вот она высыхает липкая субстанция такая становится ну перекись с лимонкой конечно хорошая штука конечно вопросов нет ну надо методом погружения делать сейчас что я буду делать вот себе сбил такую коробочку видите просто тупо взял с ямы две доски одну под низ три доски сбил расстояние которое мне нужно тут по моему там 10 сантиметров такую сделал ванночку ну здесь пришлось мне пленку купить 150 микронов взял потолще было два слоя сюда положу налью я думаю литров 78 воды здесь будет и помещу эти ванночки туда вода с лимонной кислотой вот лимонной кислоты купил на валверисе не помню сколько она стоит доллара 4 или 3 где-то здесь пол килограмма я думаю грамм 200 хватит на 5 литров разбавлю и потом буду на ночь опускаю здесь где-то 85 ширина буду опускать на ночь одну сторону потом перевернул другую я думаю что на вытравиться моментом поместил этих боковые дверки пленка у меня купил я 150 микрон 200 не было надо было и 200 два слоя и и вот здесь у меня даже по моему три литра хватило бы это много вроде все там помещается все перекрывает то что мне нужно ну короче 5 литров к это много надо было литра на 3 разводить пускай нож постоит завтра поднимем посмотрим ну вот смотрим смотрим вроде бы черненькие есть да еще крепление вот оставаясь такие глубокие вот помыл ладой смотрите вот здесь вот где-то вот здесь вот были вот черненькие да я взял вот шуруп острый шуруп и ну тут где-то 4 очага было таких вот крупных просто если их не убрать с раковины она все равно подымет чем бы вы тут не мазали эпоксидными грунтами там цинкарями вот еще здесь вот на этой стороне вот видите вот здесь так принципе все отъела можно было еще кислоты немножко больше добавить вот этот способ конечно четки то же самое смотрим и здесь вот все подъедала здесь даже и краска подваивалась здесь что-то она вообще плохо как-то тонкий слой какой-то нанесли вон и краска отстреет вот смотрите цинкую ортофосорную кислоту вот батарейка корпус цинкованный солевая интересная такая процедура я думал нудная будет ничего подобного она на месте одном не стоять вот смотрите как покрывается цинком так вот вводим оцинковываем главное чтоб черных точек там не было это значит ржавчина там сидит видите здесь нету никаких черных точек все процинковано то же самое здесь вот берем немного это придумано конечно вот корпус цинковый батарейки где вот графитовый сержант стоит ну можно даже было ни у чего не вынять тряпку обычную вот в один слой в эту ортофорсную кислоту макаем и вот проводим здесь получается корпус вот крокодильчик это на минус идет полностью вот аккумулатор плюсовой идет провод через через эту лампочку вот если коснуться например вот видите она вот загорается чтобы она там не болталась через лампочку вот и идет на батарейку и вот так вот цинкуем кто это придумал надо памятник поставить смотрите как она лучше будет видно чем больше мы вводим чем больше она процинковывается слои наносим ну что если не оцинковать но я думаю что но со временем поржавеет опять еще хочу показать это видите какой-то вот налет слазит что-то такое это просто водой я здесь вот хорошо видно здесь хорошо видно видите я думаю сейчас сода если пойдусь но этот налет вот этот налет надо его убирать видите то есть это получается цинковка вот этот какой-то вот чё за налет я таки не понял так вот первый слой пускай подсыхает потому что будут подтеки подсохнет затем еще слой затем еще слой три слоя буду делать особенно вот здесь покажу ошибку смотрите сперва серым нанес это астрахим этот а потом новоловским астрахим этот он просто толстым словами его нанес он не успел высохнуть потом новоловским прошелся видеть она носки быстро высох и он трещины какие пошли то есть я не дал сутки ему просохнуть а потянул этим нововским ну вот я тонкие слои она не не пола не порвала и а вот где толстые слои были вода она порвала это ничего страшно сейчас полностью должно высохнуть и потом наждачка это все подровнять можно короче народ третий день сушу этот астрахим пальцем липнет эти то есть не могу зашпаклевать его не могу отшкурить вот такой вот эпоксидный однако два раза дешевле новола вообще не сохнет так что смотрите ребята поосторожнее с этими грунтами дешевыми теперь мне нужно все это вот дерьмо сдирать покупать покупать нормальный грунт и так обработал свою оцинковку эпоксидным клеем вот такой вот феликс четырехминутный вещь по чуть-чуть вот разводил например вот на этот участок вот мне нужен был вот этот участок я промазал ну если хватило то вот здесь еще прошелся то есть я как бы по чуть-чуть например вот этот кусок все пор и вон все по заделала смотрите видите захватом здесь вот здесь конечно нужно мне было хорошо обработать чтобы не было этих зацепов видите я уже поленился я думаю ржаветь не будет сейчас мое действие 400 . и замотовываю и вот эти вот части вот державчины раковины были здесь поклевкой универсальной обычной прохожусь какие ямочки какие неровности вот здесь вот здесь очень много их прохожусь шпаклевкой все промазал мазал как просто вот палец беру и погнал так вот пробовал растворителем размешивать чтобы пожиже было но отказался от этой идеи она красивее конечно получается но я думаю уже после этого здесь уже ничего не подымет никакая ржавчина не возьмут здесь даже вот эти вот крайка здесь я конечно наждачкой не буду проходить просто грунтом грунт взял эпоксидные спектраловский новый хороший грунт дешевый покупать не советую потому что уже астрахим купил вот его артикул 9049 это белый идет это p2 это уже светло-серый по-моему это серый идет сейчас еще прикол покажу смотрите ка это вот такой вот пластмассовый стаканчик да это получился стаканчик спектр с эпоксидной смолы я чуть-чуть меньше отвердителя давал такой хрупкий был вот поклевку обработал уже наждачкой 180 потому что 240 что-то долго но потом 400 к сверху прошелся но вот эту сторону я как бы не сильно тщательно там ямочки эти всего водил так более грубо сделал не хочу второй слой видите вот риски надо было еще конечно шпаклевкой подмазать вот ямочка но эта сторона у меня будет там стенки стоять ее принципе не видно будет так что я эту сторону не сильно там вытирался сейчас это все грунтом покрою эпоксидным спектрал этим вот вторая дверка это будет лицевая как так скажем на видном месте будет да он риски есть какие-то там неровности но сейчас немножко еще подработаю наждачкой так мелкой 4 соточкой и покраситься все ну вот высохла наша краска это точки это уже моей косяки скорее всего масло масло с компрессора но я тут идеала не добивался мне как бы в принципе главное чтобы ржу это убрать было баллончиками не красить купил вот этот вот краскопульт это не ума sg 1500 у меня все это не ума скачал краской а это не ума скачал это не ума скачал и и Продолжение следует...